да мы уже вот начали раскачивать его да это уже мы задаем волну вибрации используем совершенно разные в разных плоскостях в разных координатах да стараюсь все больше и больше расшатать все сочленения позвоночные поперечные до все воздушные ну и так далее вот первое у нас получается три части вибрационных техник первое это плоские координаты да то есть параллельно плоскости стола комплементарная плоскость здесь мы проводим движение змейка с раскачиванием да то есть продолжаем за крестец раскачивать основанием ладони и запускаем по вертебральной мышцы мышцам вернее в большем числе да вот такую змейку то есть движение похоже на двойной кольцевой захват второе 1а это было 1b это тряска осины мы единственное движение которое делается наоборот не от бедра который мы обычно делаем а от колечков пальцев для этого руку мы принимаем и вот прямо сейчас попробуйте так сделать видите локоть не трясется плеча не трясется трясется именно пальчики так что их не видно практически уперлись и потрясли почему называется тряска осины ну это условно в качестве эксперимента можете выйти в лес зимний осенний неважно какой-то к орешнику подойти к березе косине да примерно толщиной суху такого дерева поставить на ладонь пальцами не касаемся и постараться его так вот расти расти движение волна пойдет до самого верха и посыпется листва либо орехи либо желуди ну что-то вас на либо снег да что-то вас должно посыпаться вот теперь давайте посмотрим то есть это такое быстрое движение похоже на тремор и вот так разобрал быстро-быстро-быстро трясется растрясаем спину и поперечные отростки вот здесь значит первое движение вот мы раскачиваем запястье запястье на крестец вот это двойное кольцо захват вспоминаем до разминали большие пальцы этого приходит против друг пальцев другой руки а здесь у нас вот она мышца она уже поэтому захват нас вот такой узенький получается должна вот так вот эти вот змеи когда этого мало мы добавляем вот этим запястьем еще и движение вот такое вот как мы раскачиваем и растрясаем человека терраска сина опять начинается с крестца вот рука прямая поставили да и делаем шаг вперед чтобы вес тела в партнете движения переносился вот сюда мы даем своим телом вверх и декомпрессируя его вперед и вниз примерно на 45 градусов вот такое движение следующее движение похоже да только она называется каблучок потому что кого-то киваем или каблучком подбиваем значит проходим плавающие ребра не зону где нету поперечных сочинений нас интересуют именно они то есть хрустит позвоночник и не конкретно сам позвонок вот мы их расшатываем таким образом пропускаем это место пропускаем плавающие образование почки находятся и идем выше от 10 позвонка грудного до получается вот такое движение вверх вверх мы подбиваем вот такой вот движение ну как ушла вниз а это рука на пальцы вверх берегите свои запястья запястья должны быть размяты чтобы не повредить себя то есть опять мы с крестца спускаемся промахиваемся мимо астистых отростков сбоку единого по веритобральной мышце тут чуть-чуть расслаблен а вот уже можно посильнее можно амплитуду быстрее сделать можно посильнее всем корпусом проданы воды тут уже можно маневрировать амплитудой это получилось у нас движение вниз по вертикали и вперед у нас добавилась третья координата z получилось декарта координата да мы вышли с плоскости вот нас интересуют вот эти вот видите синенькие показаны это систо отростки а вот сбоку это вот поперечная астиста то есть так это длинность кожи да потому что вот они видны вот вот по этим мы сюда в основном движение у нас в них можно пощупать здесь находится поэтому в них мы как бы вот берем снизу вверх следующая координата у нас цилиндрические то есть мы будем вращать тело вокруг оси оси позвоночника естественно значит изначально вот прощупываем позвонки ну в данном случае нам диагностики ночью нужно мы просто кач массаж делаем и по астистым отросткам вот они как пальцы да вот сзади торчат мы должны понимать ровно они или нет если они повернуты значит они ротированным сам позвонок как у братины помните дело то есть нам надо сейчас тык 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 постучать в каждую астистый отросточек у него ну вы не бойтесь вы сначала мы делаем с этой стороны потом с другой стороны да вы во первых ничего не повредите и не надеясь что вы прям его возьмете и пальчиком вот так повернете там достаточно все жестко вы его не развернете наша цель только расшатать до добавить больше мобильности движение состоит из трех частей вот сама подшатывание подбиваем его и за ребра видите подкручиваем вот здесь второе движение это выжимка вот мы как выжимали да так и тут же выжимаем только мы больше делаем пор на большой палец чтобы попасть как раз между порой собрали мышцами и ассистом отрост в него как мы подбивание ну смотрите как угодно может зайти к тела человека кто терпит можно вот так вот зайти да кто не терпит можно вот так вот наши пальцы здесь может чуть по диагонали можно вот так плоскости давида чтобы помягче было это выжимку мы делаем это подбиваем и заодно еще мы тестируем подушечка пальцев она очень чувствительна и минут проводя так вот медленно тестируем где что не так в организме где-то идет мышечный тяж вот такой да где-то какое-то тут уплотнение появилось где-то может быть там липома где-то может быть там позвонок слишком повернут да он прям чувствую что мы будем сюда в сторону да ну в общем что там этом даже где-то на борт ямка будет какая-то да чтобы понять естественно с пальцев вот можно такой теперь привести до ложку согреваем смазываем маслом и легонечко и ложечка так и даже не держу практически да вообще легонечко гонечко отведем главное нам научиться чувствовать чувствительность чувствительность наших пальцев в этот момент мы просто для диагностики такой в этот момент мы отключаем голову отключаем сознание свое кожи наверх смотрим сюда чувством пальцем то есть через пальцы должен передаться в мозг что где-то не так где-то будет бугорок какой-то ложка закачается где-то на застряли там вот-вот раз и идем дальше да где-то что-то еще будет повернется вот так вот то есть где-то что-то будет не так да вот мы чувствительность своих пальцев как бы настраиваем и также вот легонечко не сильно давя до большим пальцем мы входим и щупаем где что там происходит не так для себя это все как бы регистрируем с чем потом мы будем работать да у человека можно подтвердить какое-то доказательство так вот у себя вот тут что-то не так ты чувствуешь да болит есть да вот тут немножко болит да а вот тут напрягаясь тут мышцы просто скованы уже расслабился сейчас уже легче да вот расслабился сразу уже легче стало вот то есть также мы его протестировали и сами его предупредили тут проблема тут проблема это будем делать это будем делать сюда друзья вот запомните три виды координат до плоские тут в этой плоскости маршат трехмерные 3d это мы вот туда продавливаем и цилиндрический это мы вот так вот его как бы играем как на клавишах на оси можно игранком да не хватает голоса на фасет перешел с вами был олег алав гудвин а в следующем видеоролике мы продолжим программу обучения и там будет еще